Как праздновать День Победы над фашизмом в Одессе после событий 2 мая? Как праздновать День Победы над фашизмом в Одессе? Кому оброк? Это больше слово, как аренду. Кому аренду вы должны? Платите. Кому страх? То есть царя боятся. Бойтесь. Кому честь? Честь. Не оставайтесь должниками никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящим друг другого исполняет закон. Я хочу также от себя сегодня лично отдать честь всем тем живым ветеранам, которые еще у нас остались. А их совсем мало. Совсем, совсем, совсем мало. Хочу сказать большое спасибо тем, кто родился и прожил войну. Тех, кто помнит еще свисты падающих бомб. Моя мама часто вспоминает, я до сих пор еще помню свисты падающих бомб. Я хочу сказать большое вам спасибо и вам поклон. Я надеюсь, что мы с честью принесем дарованный нам мир и сможем передать это следующему поколению. Еще раз вам большое спасибо. И сегодняшнее служение, сегодняшнее послание мое, оно не связано с событиями, которые проходят в Одессе или же даже проходили или проходят на Украине. Непосредственно оно связано с тем, как мы хотим жить. Как мы сегодня хотим жить. Мы замечаем, что мы иногда говорим слова, которые стали частью обихода нашей реплики. Мы называем это такой христианской, богословной такой репликами. Мы говорим, да, благословит тебя Бог. Пусть Бог тебя благословит, пускай сохранит тебя. Ну, словами такие, благословение возможных. Либо мы говорим, ну, пускай вот иди, пускай Бог благословит тебя. Слово, которое мы используем, мы даже не замечаем. Но слово богословенный, в Новом Завете, в Брихаташа, а он написан был на греческом языке, это слово означает макариош, что в свою очередь означает очень простое слово. Слово счастливый. Это слово еще означает веселый, благополучный, довольный. Еще такое, как говорится, вот у него удача, да, он, как еще так сказать по-русски, так вот хорошо. Вот человек, у которого все хорошо. Вот везучий, везунчик, да. Все ему везут, везут, везут. Ну, это больше похоже на то, что было у нас несколько месяцев назад. Это слово очень интересно, потому что оно вмещает в себя особенное благословение. Ишуа начинает свою самую знаменитую проповедь, Нагорная проповедь. Но на самом деле, это по-русски звучит, Нагорная проповедь, потому что он говорил ее с горы, к людям просадил их чуть ниже, чем он был, или наоборот, я не знаю, как бы, главное, что он говорит о словах. У нас говорят Нагорная проповедь, но в других переводах они говорят, это послание блаженства, блажен человек. Он начинает свою проповедь с того, блажен человек, и там похоже на десять заповедей. Я буду говорить о том, что фактически десять заповедей, которые Бог дал Моисею, и эти десять блаженств, они как будто пересекают друг с другом. И вот Ишуа использует это слово благословен, да, благословен или блажен. Не имеется в виду блажененький такой, знаете, вот есть блаженный немножко. Хотя для этого мира мы все блаженны, Христа ради. В этом мире нас все равно думают, что мы как-то немножко ку-ку, знаете, как додик такой маленький, знаете. Но на самом деле Ишуа говорит о словах, о словах используют, которые говорят, блажен человек, блажен человек, который нищий духом. Вот это первое ему послание Матфея 5,3 говорит, блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Кто хочет на небеса? Половина людей. Остальные хотят примкнуть к 144 тысячам, которые останутся здесь еще на страдания, на мучения, на переход, на суды, всевозможные. Или все хотят на небеса? Кто хочет на небеса? Ангелы читают ваши руки. Да. Блаженный нищий духом, ибо они, их есть Царство Небесное. Их есть Царство Небесное. Если мы себя считаем гражданами неба, хотя мы и граждане здесь, на Украине, на земле, у нас есть страна, в которой мы живем, в которой мы желаем счастья, успехов и так далее. Но здесь именно такие восемь слов, которые не зря написаны для нас. Другими словами, счастливый тот, кто нищий духом. Доволен тот, кто нищий духом. Благополучный тот, кто нищий духом. Что это значит? Ну, если так брать. Мы привыкли к слову блажен. И мы даже не думаем об этом. Вот блажен и блажен. Слово блажен. А вот ты так усмотришь, счастливый тот, кто нищий духом. Благословен или же благополучен, успешный тот, кто нищий духом. О чем это он? О чем Мишуа говорит? Он говорит об экономической нищете. Ну, где-то так оно, где-то пересекается. Что те, у кого больше ничего нету, то у него только одна надежда на Бога. И знаете, тоже надежда на Божье Царство. Если помру, то поховай. И так сразу пошел на небеса. Но, но суть здесь, я думаю, что Ишуа имеет в виду другое, нищий духом зависимости от Бога. Я читал много разных переводов, и вот один мне очень понравился. Бог благословляет или делает счастливых тех, которые осознали, что они нуждаются в нем. Бог делает счастливых тех, кто осознал, то есть сознательно понимает в том, что он нуждается в нем. Вот это вот такой вот переход интересный, потому что на самом деле Бог хочет, чтобы мы искали это. Внешнее благополучие не является признаком Божьего благословения и наоборот. Мы знаем много людей, которые успешны, они имеют все, но они не имеют счастья. Слово благорасположение. Нету счастья. И у других есть люди, которые счастливы, имея совсем чуть-чуть. Вот этот вопрос счастья, которого мы ищем сегодня, они совсем имеют другие ценности, чем мы это подразумеваем. Тегелим, или же Псалом 145, пятый стих. На русском языке это написано, блажен, кому помощник Бог Якова. На еврите перевод точный. Счастлив тот, кому в помощь Бог Якова. Я быть хочу счастливым. Я счастливым быть хочу. И счастливый тот человек, кому Бог Якова в помощь. Что это значит? Что он на моей стороне. Я осознаю, что я нищий духом, что я нуждаюсь. И Бог боговолит ко мне. Он делает меня счастливым, когда я нуждаюсь в нем. И он будет моей помощью. Вот эти два слова, которые здесь написаны. Чья надежда на Господа Бога Его. То есть, слово помощь и надежда. Заключаются в этом послании, которое Ишуа говорит. Нищие духом. Потому что я нуждаюсь в Боге. Я осознаю, что я нуждаюсь. И Он моя надежда. Нищий духом сочетается вот с этими двумя словами. Нуждающийся и помощь. У меня такой вопрос. Кто-нибудь из вас видел благословение? Какое оно? Широкое, низкое, высокое. Кто-нибудь из вас щупал, что такое благословение? Состояние бывает жидкое. Звон серебра у кого-то. Это состояние. Состояние души. Напился, у него душа на распашку. Счастливый человек. Море по колено. Что такое благословение? Кто-то может мне вообще передать это состояние? Когда свалилось, у меня это благословение. Я говорю, как оно свалилось? Сильно, громко, лет. Вот состояние. Как мы можем передать это? Я задаю вам четкий пример. Ну, как бы вопрос. О том, что мы иногда говорим слова, знаете, которые звучат как-то так, но они, а что это значит? Слышу звон. Слышу звон, а не знаю, где он. Вот слышу это слово благословение, а вот как его пощупать? Где на него сесть? Как на нем проехаться? Шок, где вжить? И как? Вот это что-то слово мы не сознаем. И вот это слово блажен, богословен, имеется в виду счастливый. Что такое счастье для человека сегодня, для нас сегодня, здесь, на Украине? Для нас сегодня даже, наверное, не работа, не состояние, что вот должно что-то вот интересное произойти, а вот состояние, чтобы у нас был мир, чтобы не было войны. И сейчас каждый думает, вот только этого бы, чуть-чуть счастья, чтобы только не проливалась кровь невинных людей. Вот здесь нужно нам счастье. А все остальное мы построим. Все остальное мы построим. Кто-то может больше зарабатывать, кто-то может больше строить, кто-то может сделать больше, чем он ожидает, потому что Бог благоволит этому человеку. Я хочу сегодня дать вам несколько практических путей вот в духовной нужде в Боге. Несколько таких практических вещей, где мы начинаем нуждаться в Боге. Что это значит, когда я завишу от Бога, когда я нищий духом? И первое, нищий духом, чтобы иметь благословение или же счастье, я прошу у Бога мудрости, а не пользуюсь своей. Чтобы быть счастливым, нужно пользоваться Божьей мудростью, а не пользуюсь своей. Вот я несколько примеров дам из Писания, которые говорят о нашей мудрости. Притчи 14-12. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Слово «кажется» подчеркнись красным таким. У нас есть такая присказка. Когда «кажется», то что нужно делать? Молиться. Кто-то крестится, кто-то молится. А когда больше молишься, еще больше «кажется». Нам «кажется». Вот слово «кажется» – такое чувство, как будто мы используем свою мудрость. И несколько раз в моей жизни было такое, что мне казалось, что то дело, которое мне по душе, оно состоится. Оно будет правильным. Мне казалось, что будет лучше, но маленький, маленький, тихий голос внутри тебя говорит. Он, знаете, как мыслька и ушла. Притормози. Это такое состояние непонятности. Я думаю, да нет, не может быть. Ну, это нормальные же люди, верующие. Можно положиться на них с ними. Можно сделать много. Кажется, с ними вот дело должно быть пройти, все нормально. А потом в конце большое разочарование. Кажется. Есть пути, которые человеку кажутся прямыми, но конец их совсем не то, что ты ожидал. В притчах 3, 5 говорит. Надеющийся на Господа всем сердцем твоим. Надейся. И не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познай его, и он направит стези твои. Что? Кто направит? Моя мудрость? Нет, Божья мудрость. И не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Бога. Удаляйся от зла. Если ты удаляешься от зла, тогда ты боишься Бога. И тогда, когда Бога ты боишься, тогда приходит мудрость свыше. Это будет здравием для тела твоего. Заметьте. Здравием для тела твоего. И питанием для костей твоей. Для костей твоих. Мудрость. Знаю людей, которые не мудро поступают ни с финансами, ни со своим здоровьем. Нужна мудрость, когда свыше, что нужно делать. Нужно быть богобоязненным, чтобы увидеть, что Бог хочет сделать. Вы спросите меня, где взять эту мудрость? Ну вот хотя бы на каком уровне это важно взять, эту мудрость? Где ее купить? Куда пойти? На какой угол? Дерибасовская, Екатеринская, или там еще на пути, на Абрикосовую. Где находится мудрость? С неба. То же падает она. Я скажу честно. Из Писания. Когда ты читаешь Божье Слово, оно ложится на сердце, и оно строит твой мир вокруг Бога, который крепкий, сильный. Я удивляюсь сегодняшним манерам верующих людей. Как будто они взяли, всего лишь поменяли облик своей жизни, но перенесли все, чем они жили в то время, в свою жизнь, где не ценится дружба. Если она ценится, то она ценится с какой-то выгодой. Когда люди пытаются сделать общение по причине бизнес-клуба, где не ценятся Божьи принципы отношений. И мне прискорбно видеть, что новое поколение верующих людей не ценит основания, которые написаны в Библии. И если мы хотим быть мудры, то мы должны черпать эту мудрость из Писания. Божье Слово является твоим ресурсом. Твое Слово, которое Бог дает тебе, оно имеет основание. Читать Слово, рассуждать над Ним и молиться, полагаться на тихий голос, который дает нам Дух Святой. Как это делать? Иакова 1.5 говорит, если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто безупрека и дастся Ему. Божья мудрость и Божья воля находятся в его торе. Поэтому мы очень часто просим вас, читайте Библию. Как вы можете, как часто вы можете читать? Рано утром, вечером. Читайте Библию, потому что в ней источники жизни. В ней есть мудрость, которая поможет вам быть успешным и быть счастливым. Счастлив тот человек, у которого Господь есть Бог, сила и надежда в Боге. И блаженные люди, которые нищие духом, то есть счастливы те, кто нищие, нуждающиеся в Боге. Кто из вас сегодня не нуждается в Слове Божьем? Кто из вас не нуждается? А кто нуждается? Мы хотим иметь Слово от Бога, которое даст нам силу в это нелегкое время. Нам нужен ответ свыше. И поэтому мы говорим, что для того, чтобы быть счастливым, нам необходимо полагаться на Божью мудрость, но не свою. Чтобы быть счастливыми, нам нужно полагаться на Божью силу, а не на свои силы. Не на свою самооборону, не на свою самозащиту. Знаете, вот такое. Я понимаю, я благодарен на самом деле всем правоохранительным органам, которые защищают наше безопасное время. Что они на самом деле стоят на защите людей и могут люди разное сказать, разное иметь мнение, но под околи у нас есть контрольные ситуации, слава Богу за это. Но все же нельзя надеяться на свои силы, нужно полагаться на Божьи силы. Мы с вами люди, у которых не всегда хватает сил на все. Кто из вас, такой, как говорится, парубок заводной? Накрутили и пошел. Ну, где-то раскручивается это, знаете, ленточка, и не хватает. Вечер уже приходит, уже ни сил, ни желаний, ничего нет. Только упасть это, упереться в подушку и все. Это говорит о том, что мы так созданы. Созданы, что у нас не всегда будет хватать сил. Но силы у нас могут появляться сверхъестественно, и об этом говорит нам Писание. Тоже Тегелим, это 84, или Псалом, даже 85. Счастлив человек, чья сила в тебе, пути в сердце их, к тебе. То есть, когда мы настроены на Бога, вдруг у нас появляются силы. Я помню мое состояние, когда меня сослали уже в бригаду строителей, и отказался тогда служить в Афганистане, мне пришлось повидать трудности жизни строительных войск советских. И вот как нормальные люди, мы как бы сильны тем, что два солдата из Тройбата заменяют эскалатор, или же подъемный кран, или что-то еще. Притчи бывают разные от тех мудрых солдатов, которые работают на советских строительных объектах. И вот я понимаю, что, будучи верующим, мне, конечно, прессовали там почти полгода когибисты и все остальное, пытались меня на свою сторону сманить доносы делать и так далее, но не получилось. Но они что сделали? Они дали приказ, чтобы меня больше всего мучили. Два ведра, все там работают насосами, на третий, четвертый этаж насосами там заливали, а мне там два ведра и на щебенку вместе с, ну, как бы, бельбетон и на третий этаж. И так целый день. Я уже такой весь не мог, уже совсем не мог. И вот приходил в казарму, я просто спал, как мертвый. Я утром вставать я не могу, но понимаю, если я не помолюсь, у меня ничего не получится. Я вставал раньше всех, раньше всех, чтобы меня никто не беспокоил, и шел в туалет, падал на свои колени в туалете и кричал, господи, как так можно издеваться над человеком? А потом вторая мысль говорит, больше сил я тебе не дам. Значит, ты можешь выдержать. Ну, ты же видишь, что я же не могу. Понимаешь, можешь. Если носишь, значит, можешь. И откуда-то появлялась эта сила, сила противостояния злу, сила противостояния вот этим, знаете, вот издевательств, которые были в то время. Я получал силы от Бога, и я знал, на кого я уповаю, и я знал, что я смогу укрепляющий меня Господи. Так же в нашей жизни мы можем получать эти силы свыше. И вот Исайя 40, 31. Надеющийся на Господа обновляться силы. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомлятся. Мы любим это. Мы любим это. И знаете, каждый год мы делаем этот выезд в маяки, где мы собираемся для того, чтобы получить силы, обновиться в силы, начать двигаться в Духе Святом, действовать в Божьем обновлении. Поэтому мы приглашаем вас именно вот на это время, время обновления в силе. Это время, когда мы прикасаемся к Богу, где Бог изменяет нас. Но все же каждый из нас унаследовал некий подарок от Творца. Тот подарок, который никто из нас избежать не может. Это называется старение. Кто-то может избежать старения. Некий подарок от Всевышнего, что мы укорочает нам время пробивания на земле. Этот подарок есть не что иное, как старость, которую никто из нас в гости не ждет. Скрипнула дверь. Кто пришел? Кто пришел? Не, нет, смерть. Старость. Да, когда появляются морщины, когда силы не хватает, когда трудности приходят. На самом деле, когда мы молоды были, как молоды мы были, носилки мы носили, убирали, двигались, действовали, евагилизации, ставили палатки, делали много, что делали, а потом приходит время, силы-то не те. Каждый из нас, каждый из нас не ждет старости в гости, но все равно когда-то она постучится. Она постучится. Тегелим 73, или Псалом 74, там 26 стих, изнемогает плоть моя и сердце мое. Кто согласен со мной, что изнемогает плоти и сердце? Ну, те, кто был молод, еще пока ничего не понимают. Что такое? Но все-таки происходит это. Твердыня сердца моего и доля моя Господь вовек. То есть говорит о том, что изнемогает. Можно сказать, что мы слабеем, мы слабеем, мы слабы, когда Божья сила внутри нас. Другими словами, когда мы слабеем, тогда у нас полная надежда на Бога. И тогда мы обновимся. Такой был проповедник Китая Хадсон Тейлер. Многие из вас, может быть, слышали о нем, он пророчествовал об Украине или бывшем Советском Союзе, о том, что будет сильнейшее пробуждение здесь, в этой части земного шара. И к своей старости он прожил долгие-долгие годы. И уже к старости он писал под диктовку одному своему другу. И он писал такие слова. Я настолько слаб, что не могу даже читать Библию. Я настолько немощный, что даже не в силах молиться. Я просто лежу на постели без всяких сил, понимая, что лежу я в объятиях Господа. Вот здесь интересная тема. Мы все лишаемся сил на какой-то момент. Есть времена, когда нам не хочется читать Библию. Вообще нету сил читать Библию. Есть времена для некоторых людей, которые нет сил уже даже молиться, не то, что произносить что-то, стать на колени не могут, потому что подняться это уже не будет сил. И вы знаете, самое главное чувствовать и знать, что когда у тебя нету сил, что поддержка твоей жизни, поддержка и надежда твоей жизни, есть Бог, который поднимает тебя. Я спрошусь сегодня, есть ли люди, которые, приходит такой момент, что молиться или читать Библию не хочу, вот не хочу, нет сил, вообще нету. И я знаю, что поднимут больше половины людей. Так? Да, да. Я смотрел таких героев, которые говорят, мы молимся каждое утро, поднимаемся в шесть часов, такой прорыв, там, пять часов, там, раз, смотришь, неделя, две, там, месяц и все. Я говорю, что такое? Сил больше нету. Откуда они появятся, ложись спать в час ночи? Встаешь четыре. Героизм хорошая штука, но все равно на самом деле мы так созданы Богом, что у нас не хватает на все силы. но я хочу вам сказать, надеющийся на Господа. Надеющийся на Господа. Я переживал это в своей жизни. Когда у меня спать не давали тоже очень-очень-очень как бы часто не давали. Просто не высыпался. Я помню, как я засыпал на подоконнике строительной организации, когда мы строили засыпал на 15 минут и потом у тебя полностью обновлялись силы. В работе где-нибудь Бог хочет, чтобы мы действовали немножко другими мыслями. Иногда помощь полезна от Господа, а не в своих силах. Да, конечно, мы приходим к временам, когда мы нуждаемся в силах. Поэтому Равшаул говорит по посланию к Арифинам «Трижды молился я Господу о том, чтобы он удалил от меня все то». То есть ангелов, которые его беспокоили. Но Господь сказал «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Господня. Посему я, следующее, смотрите, я благовествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Мессию, ибо когда я немощен, тогда он силен». Парадокс, на самом деле парадокс в чем, если чем сильнее мы в Боге, тем слабее мы по плоти. И чем мы слабее по плоти, тем больше мы зависимы от Бога. Парадокс такой, потому что в гонениях, в работах и так далее мы получаем слабость, но когда мы слабы, мы полагаемся на Бога, который поднимает. Я вам скажу честно, наша страна ослабела за это время, но когда мы слабы, мы сильны. когда мы слабы, когда мы прошли унижение, когда мы прошли еще немощи, наши немощи по всем фронтам, экономически, политически, в любые фронты возьмите, мы не в состоянии подниматься, мы на коленях. И Бог говорит, тогда я силен. Наша надежда только на Бога в эти обстоятельства. Чтобы быть благословением и богословенным, нам нужно надеяться на Божье время. Не на свое время, не на свои личные моменты, на Божье время. Чем дальше больше я живу, тем больше я понимаю, что время это ценность. Ценность, которой мы не дорожим. Мы тратим наше время не на то, что Божье. мне лучше потратить время, которое будет достигать людей, тратить его правильно в Божьем время, чем на личные интересы. Библия утверждает одну истину. Всему свое время. Или нет? Время жениться. Ты там мне величезно сказал, время разводиться. говорю, да-да-да. Не так-то просто. Написано не разводиться. Время жениться, а потом похорониться. Время родиться, время умирать, время сеять и жать. Всему свое время. Но знаете, когда читал это все, я вдруг понял, то, чему мы не придаем никакого значения. То, что называется, знаете, таким словом интересным мертвым сезоном? Время ожидания. Кто из вас думал об этом, что есть у Бога время ожидания? Два человека, три. Не, ну, сейчас, конечно же, все пошли, посчитали все, конечно же, если время сеять, не сжать и так далее, что там между ними должно быть ожидание? Правильно, логика работает хорошо, но там не написано. Но у Бога есть время ожидания. Ожидать мы не хотим. Никто из нас не хочет. Абсолютно. Мы готовы, сегодня живем в таком время, мы имеем мгновенную связь, мгновенный сервис, мы не готовы. Кто-то из нас не готов сегодня вставать рано утром. Мы забыли, что такое стоять в очередях. Кто-то хочет постоять еще в очередях? Мы забыли, что такое остановить. Рано утром нужно было встать, поехать и заправить машину. В очереди постоять и заправить машину. Правда? Мы забыли уже. Хотя история 25-30 лет назад. Мы все стояли в очередях. Что продают? Не знаем. Мы стоим в очереди, приходим туда, там холоши раздают. Ладно, тоже возьмем. А что дают? Первый вопрос. Не знаем, тюлька, сардели. Все стояли в очереди. Мы рано утром, чтобы заправить машину, взять кину. Еще ходили с этими канистрами. Мы забыли. Почему? Потому что мы привыкли. У нас сейчас нормальное время, что нам все, подъехал на заправку, еще как бы так поскорее заправить, быстро, поехали, уехали, быстренько. Мы когда видим какую-нибудь очередь, мы думаем, нет, лучше обойти. Самое большее, я нервничаю, знаете, когда вот видишь, что очереди нет, приходишь, чтобы расплатиться, она дольше всех идет. Время, время. Мы спешим, а у Бога есть время ожидания. Но многие из нас даже не предполагают, что время, которое у нас есть, это благословение. Ожидание является благословением. А я на Бога полагаюсь. Господи, сказал я, Бог мой, ты в руке твоей времена мои. Спаси меня от руки врагов моих, от преследованных меня. Время мы хотим. Время. Знаете, я так вспомнил, есть такое высказывание, если бы не беда, то если бы не было, если бы несчастье, то несчастье помогло. Что такое несчастье? Не было бы счастья, если бы счастье, ладно, я не помню этих всех выражений, но представляете, мы благословляем всех несчастьем. Несчастье тебе побольше. В этом несчастье тебе будет счастье. Нет, мы так не думаем. Мы пытаемся логически приходить к таким вещам, что ожидание, ожидание для нас минус, ожидать от Бога чего-то происходящего, мы не в состоянии, но Бог хочет, чтобы мы научились. Мы говорим, когда Бог? Вот уже я готов служить, я уже готов быть бизнесменом, готов уже вкладывать деньги, забирать деньги, все же готов уже все делать когда Боже? Он говорит, немножко подождать. Сколько ждать? Все великое приобретается в ожидании. Это ожидание весьма мучительно для нас. Извините, все соделал он прекрасным в свое время, вложил в мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Вот это наша проблема, мы не можем постигнуть. И вот Исайя 62 стих, я такую одну часть прочитаю. Господь ускорит совершить это в свое время. Вот это слово свое время, мы иногда не хотим принимать. Свое время это тогда, когда Бог хочет. И вот наше нетерпение может обратиться нам в минус. Запишите себе, если у вас есть такая ручка, запишите тезис. Промедление это не отвержение. Мы иногда думаем, что не исполнение наших требований или желания, либо молитв, либо прошений, не исполнение их, как будто тебя Бог отвергнул. Но промедление это не отвержение. Многие имеют детей, мы не позволяем им до какого-то времени своих лет кушать сахар, конфеты и так далее. Представляете, что через мысль этого ребенка проходит. Не дают, отвергли. Сами кушают. Им торты, печенье, сладенькое, вкусное. А нам не дают, по рукам, по рукам. Нельзя. Почему? Почему? Вот подумайте так вот. До определенного времени. А потом кушай. Чтобы ничего не оставил. Наше время. Мы иногда не думаем этими мыслями. Михеев всем-всем говорит, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог услышит меня. Слово услышит, Он придет, обязательно сделает, но в свое время. Знаете, мне понравилась одна фраза человека, который сказал, когда я ничего не делаю, Бог уже все совершил. Когда я ожидаю и жду, Господь уже в работе, Он совершил все. Я много сильно ошибался, честно скажу, честно. и ошибался во времени, когда думал, что вот-вот уже то, что я хотел сделать, оно приходило и на то время, но через время я понимал, что лучше бы я подождал. Если бы я подождал, я получил бы намного больше и лучше. Кто-то хочет выйти замуж, хочет, а Бог говорит, ну подожди немножко, сколько можно? Жениться кто-то хочет. Жениться поторопях, очень быстро, потому что, ну извините, написано, что я чтобы не искушался, то надо дожениться. За каждым углом я вижу саду, поэтому лучше жениться сейчас. А потом говорит, ну жену, которую ты мне дал. Вопрос, вопрос, вопрос. Куда спешить? Куда? Один пример, пример нашего патриарха. Есть такой патриарх у нас по имени Авраам? Бог говорит, я благословлю тебя, дам тебе потомство. Вот посмотри на звезды и все остальное через время приходит, говорит, где оно? Где оно? Вот Елизар из моего дома все возьмет, а у меня нету, ты обещал. И тут, знаете, в своих дерзновениях, желаниях, в своих молитвах, знаете, вот, когда Бог говорит что-то, ты начинаешь молиться очень серьезно. И не получается. Вдруг срабатывает один вариант, который как раз нормальный, тот, что нужно. И Сара согласна. И вот уже все беременна, родила, Господи, точно ребенок чудо, обещание. А Бог говорит, так, ты сам его захотел. Услышьте, мы иногда воплощаем наши молитвы, наши грезы раньше, времени, до того, когда Бог говорит, подожди, я сказал, не от Авраама и Агарии, а от Сары и Авраама будет ребенок. Упс. Что мы теперь с этим делать? Выкинуть жалко? Есть украинская поговорка. Не бери тяжкого в руки, а что-то такого глупого в голову. Вот куда пришла мысль такая, Авраам? У нас приходят мысли, и мы стараемся наши молитвы, наши желания, дерзновения воплощать раньше времени. Я вам скажу, лучше подождать, лучше обождать и получить самое лучшее, нежели получить второй сорт, второсортный. И вот нам хочется это получить. И все-таки мы должны понимать истину, что нищие духом ты и я зависят от Божьей мудрости, от Божьей силы, от Божьего времени и последнее от Божьей защиты. Нищие духом зависят от Божьей защиты. Божье благословение всегда зависит от Божьей защиты, а нет самозащиты. Что я имею ввиду? Всегда будут люди, которые вас недолюбливают. В этой жизни услышьте меня, пожалуйста, внимательно. Мы думаем иногда, вот если я стану идеальным, меня все полюбят, все будут принимать, если стану идеальной женой, меня муж будет больше любить, я стану идеальным мужем, мне будет больше уважения и так далее. Мы всегда думаем, что когда я стану идеальным, все вокруг меня изменится и меня будут воспринимать как нужно. Вы ошибаетесь. Я вам скажу один пример. Написано, что Ишуа был без порока. Без порока человек человек был. Его искали убить, обзывали, клеветали на него. Чем лучше Иисуса? Что я имею в виду, вы скажете? Очень просто. Всегда в нашей жизни, всегда в нашей жизни будут те, которые нас не понимают, будут те, которые нас не поддерживают, те, которые не симпатизируют нам. То есть, они говорят, он не симпатичный, поэтому я его не воспринимаю. Его в лицо на вид не могу переносить. Из этого получается, имею уже о нем мнение. Всегда будут люди, которые осуждают, критикуют и даже не защитят, когда тебе нужно это. Всегда будут люди, которые не будут на твоей стороне, они попытаются тебя злословить. даже самые близкие люди, самые-самые-самые близкие, нам всегда будет за что себя оправдывать. Но послушайте, никогда не оправдывайтесь в том, что произошло. Имеется в виду, мы можем попросить прощения. Мы должны осознавать, что мы сделали, доказать человеку, который противоположен этого мнения о ситуации невозможно. Потому что у него уже есть мнение, и это мнение ты не утвердишь. Даже если оно будет правее, чем его. Знаете почему? Потому что твое мнение правее, чем его, по этой причине он уже его не воспринимает, потому что чувствует, что его унизили в его мнении. Ты становишься врагом по одной причине, что ты сказал то, что ему невоспринимаемо. И мы не сможем сделать так, чтобы мы были идеальны. Поэтому говорю, что защитой твоей может быть только Бог. Только Бог. Каждый хочет быть похожим на Ишуа. Правда? Мы хотим. Кто не хочет быть похожим на Ишуа? Понятно? А кто хочет быть похожим на Ишуа? Кому еще до 33 лет, можете еще проявить себя. Но на самом деле мы хотим быть похожим на Ишуа. И чтобы быть похожим на Ишуа, нам нужно сделать то, что он сделал. А это 1 Петра 2.23 Будучи злословен. Будучи злословен. Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному. У вас никогда не будет тех, которые с вами соглашаются на 100%. И как только начинается какой-то спор или какие-то противостояния, сразу нужно место сделать Богу, чтобы Он мог с вами поработать. Даже когда вас унизят, когда вам ударят по щеке, поставить правую. Я не говорю о том, чтобы мы не имели своего мнения, но я говорю о том, когда мы начинаем защищать себя сами. Когда мы начинаем оправдывать свою позицию, когда мы пытаемся оправдать свое мнение, мы не даем возможности Богу за нас заступиться. Либо я, либо Бог. Как это передать? Каким образом передать? Очень просто. Когда злословят тебя, когда тебя засловят, ты не воздавай обратно. Знаете, я подумал так, я уже заканчиваю, буквально осталось минуты две. Когда в истории были войны, люди это описывали. Например, французская война 12-го года. Сегодняшнее поколение рассмотрит на это с историей картин. Мы знаем картины, которые были нарисованы. С истории война и мир. Сегодня растет поколение, которое относится к победам хотя и Советского Союза, но это народа против фашизма с точки зрения бытия уже такого далекого. У нас просто осталось еще несколько тысяч, может быть, десяток тысяч людей, которые еще помнят о том, что было. Но они уйдут, как уйдут и мы. Мы уйдем, это старость. Следующее поколение могут забыть. И другие войны, они не останутся в памяти. Сегодня мы живем в очень-очень сложное время. Я не говорю только экономически, политически, здесь, на Украине, я говорю немножко о другом. Мы живем в информационном пространстве. в информационном пространстве, где интернет-ложь распространяется так быстро. Она быстро распространяется. Телевидение, радио распространяется очень быстро. Радио тети Сары с привоза тоже быстро распространяется. Кто сказал, где был, что сделал, как будто оно остается в памяти. Но самое страшное интернет. Потому что то, что тетя Сара сказала, она может сказать, так подождите, вы неправильно меня поняли. Но наши дети и мы находимся в паутине всемирных информаций. И то, что было 10 лет назад, было положено в интернет, можно сегодня скачать и увидеть, что было 10 лет назад. И ты не уберешь его. Ты его не уберешь. Через 10 лет мы можем смотреть на эту ситуацию, которая произошла в Одессе, Украине, и мы можем иметь свое мнение о том, что было, лично свое мнение. Но информация можно будет вытащить и увидеть разные мнения. Чему ты будешь верить? иногда просто по внешности уже не хочется с человеком общаться. А если о днем еще сказать немножко неправды или негатива, то мнение уже сложилось. Если это выложить в интернет, то через 10 лет или 5 лет человек давно изменился. А информация осталась. Я хочу сегодня призвать нас всех к молитве за Украину. Чтобы мы нуждались сегодня в Боге. Стали нищими для Бога. Осознали, сознательно сказать я сегодня тебе нуждаюсь. я хочу быть счастливым, поэтому я нуждаюсь в тебе. И мы говорим, что получить это счастье нам нужно мудрость выше, защита от Бога, сила от Бога. Нам нужно Его время, не наше время. Все изменится, как Богу угодно будет. Готовы ли мы сегодня стать нищими, нуждающимися в Боге. А если да, друзья, прошлой неделе у нас была молитвенная неделя, вторник, у нас была среда молитвов, четверг, и показатель великой нашей нужде в Боге является нашей молитвой. и если есть призыв к молитве, к служению, вот где мы нуждаемся в Боге, больше, чем вчера, сегодня, тогда мы должны делать действия. Услышьте меня внимательно. Услышьте меня, друзья, внимательно. Когда церковь была в гонениях, честно, вот там скажу так, вы меня простите, так прямой, вот я говорю сегодня прямо так. Мы использовали коммунистические праздники поводом для собрания. Первое мая, туда на транспаранты там и шоу, там и далее, а верующие так, собраться, помолиться, другие праздники, которые мы все были отличены, а мы искали Бога. Я благодарен Богу, что у нас сегодня свобода, но я бы не хотел вернуться обратно. Честно скажу, не хочу обратно возвращаться, потому что там на самом деле, в то время испытывалась твоя вера. Во что ты веришь? собрание, например, на Рождество было в 12 часов ночи и до утра, до утра. И знаете, что-то не были подарки, свечи, там не было, там была молитва, вспоминания, как Мессия пришел, что он принес свободу. Мы там давали на подарки, вырезали, сами делали из псалмов такие книжечки и давали друг другу подарок, слово наставление друг другу. Хочу ли я вернуться обратно? Нет. Потому что у нас есть эта свобода. Читать Библию, выходить сюда, свидетельствовать, участвовать, у нас есть свобода. Тогда не было Пасха. Пасха. Мы собирались наоборот с самого, где 4 часа утра и шли на собрание, чтобы рано утром сделать преломление омовения ног. А потом, знаете, так, через забор, где-то через огороды еще так тихонько люди расходили, чтобы только не повязали никого. Я помню это времена, когда я был у друзей и человек просто уходит на работу. Уходит на работу, становится на колени перед дверью, говорит, Господь, я молю Тебя. если я не вернусь домой, если что-то произойдет в моей жизни, то есть меня посадят и так далее за веру, позаботься о моих детях и моих близких. В интернете выложили свидетельство моей, Бог говорит, так, моего дедушки, брата, жены, она уже старушка, о том, что происходило в те времена. И она говорит, что Виктора посадили, там как бы он имел тюрьму, дети были мало и все. И я сразу вспомнил своего деда. История о нем, гонения. Когда он отрабатывал, называется химия, да, такая вот, он был снайпером советской армии и была куча наград, очень, он был мужественным человеком, ему снайпером раздробили всю челюсть. И он, подвязав все, пошел верой в Бога, говорит, Господи, если ты есть, если ты есть, сохрани меня. Моя мама, Миля, она уже маленькая была, говорит, я хочу видеть семью. Когда он стал служителем, когда он служил, у него забрали все его награды, его лишили всех наград, которые он имел. и он заботился о семье братьев, которые сидели в тюрьмах или там в досылках. Это куча детей, стройка, работа и забота о церкви. Это было. Хочу ли я вернуться обратно? Нет, не хочу. Но я хочу жить тем, что оставили мне мои отцы. Той верой, которая оставилась в Писании, я хочу этим жить, видеть чудеса в нашем городе, хочу видеть исцеление, пробуждение. Я хочу. Мы молились об этом. И почему мы остановились? Я не знаю. Друзья, я не знаю, что нас прельстило. Сегодня современную церковь что прельстило? Бег, надежность, финансовое благополучие, красота, телефоны, телевизоры. Я не знаю. Может, последнее время такое, что во многих охладеет любовь. Но я призываю сегодня нас помолиться, чтобы мы увидели чудо, которое невозможно делать человеку. А чудо оно нужно нам. Потому что ни наша армия, ни наши спецназы, мы не готовы противостоять тому, что происходит. С любой точки зрения. Нам нужен только Бог. И если вы согласны с тем, чтобы молиться за это, я призываю вас быть активными в домашних группах, в тех местах, где вы молитесь, где вы соберетесь с друзьями, соберитесь не рассуждать, что происходит в интернете по полчаса или там час, два и десять минут молиться. Лучше десять минут скажите, что происходит, по каким пунктам нужно молиться и молитесь полтора часа. Нам Бог дал дух не страха. Он не дал нам дух страха, но победы в Боге. Мы сейчас встанем в наши ноги. И ту песню, которую пели ребята, мне она понравилась очень сильно. все, что может нас омыть, это кровь Иисуса и Мессии. Что может мой грех омыть? Ничто иное, не любовь другого, ближнего и так далее, а только кровь Иисуса. Это может сделать Его кровь. И если мы в это верим, мы должны к этому приблизиться. Каким образом? сказать Боже, Ты мне нужен сегодня, сейчас. сейчас. Субтитры